Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Работаю на вахте горничной, убираю в общаге. На прошлой вахте мне понравился мужчина, на 16 лет меня старше. Он только флиртовал, видно было, что он не свободен. Через две недели он улетел, его друг начал меня подкалывать, хотя я в симпатии не признавалась. Вот меня вновь к ним на этаж поставили. Прилетел этот мужчина, заявил под смех своего друга, что скучал, видел меня во снах и ночью в гости ко мне придёт, хотя это здесь нельзя. Обнял меня, начал называть на ты. После этого не обращает на меня ни малейшего внимания. Я надеялась, что меня пришли к нему чувства, и когда он мне выпилил эти нежности, подумала, что он мне безразличен. Но как только заметила его равнодушие, у меня вновь начался невроз. Я нахожу повод, чтобы у него спросить, лишь бы с ним заговорить, травма отвержения какая-то, мне хочется вновь начать его преследовать. При том, что на вахте у меня появился парень, с которым мы строим взаимные планы. Но вот что делать с этим неврозом и желанием преследовать человека, я не знаю. Но смотрите. Значит, здесь основные моменты, основных моментов три, пожалуй. Первое, то, что человек старше вас на 16 лет. Второе, то, что мы говорим о отвержении. И третье, это то, что вы хотите его преследовать. Это, пожалуй, что три основных момента, на которые я бы хотел обратить ваше внимание. Значит, на мой взгляд, на мой взгляд, совершенно не случайно, совершенно не случайно, то, что, так скажем, человек старше вас на 16 лет. И совершенно не случайно, то, что вам это в общем и целом понравилось. Это не случайно. С точки зрения психологии, по крайней мере, с точки зрения психоанализа, Я бы сказал, что вы увидели в нём какую-то родительскую фигуру, которой вы, вероятнее всего, тяготеете. То есть, ну вот, можно с ним, так скажем, почувствовать себя, может быть, защищённой, может быть, с ним можно почувствовать себя, так скажем, ну, ребёнком, да, то есть, вот, как-то, ну, как-то лучше, чем вы себя чувствуете, например, без него. И здесь, конечно, имеет смысл посмотреть на то, допустим, как у вас складываются отношения с, вот, молодым человеком, вот. То есть, насколько всё хорошо у вас складывается там, довольны вы, комфортно ли вы себя чувствуете, или, может быть, у вас есть, вот, опять же, какое-то ощущение, что, ну, что тащите вы всё на себе, вот, и так далее. То есть, вот, такой момент здесь, на мой взгляд, очень и очень важен. Потому что, если в отношениях с молодым человеком вы ощущаете себя некомфортно, если в отношениях с молодым человеком вы чувствуете себя, ну, как-то вот, неприятно, скажем так, да, то я бы сказал, я бы сказал, что в этом случае вполне естественно, что, ну, вы будете тяготить к другому человеку, к человеку, который, ну, вот, по вашему мнению, может, даже больше, то есть, ну, мужчины, который старше вас, но, априори, он более серьёзный, да, более какой-то такой надёжный, да, более стабильный, может быть. То есть, ну, вы можете почувствовать, что ему можно, там, доверять, да, вы можете почувствовать, что можно на человека положиться и так далее, вот. И, соответственно, все это, конечно, будет играть, будет играть, ооо, немаловажную роль. Дальше. Значит. С точки зрения не психоанализа, например, с точки зрения, допустим, гестальт-подхода, да, к примеру, можно говорить о, о неком цельном образе, который, вот, возник у вас, который вы увидели в мыши, вот, некий, некий такой, эм, цельный образ, эм, эм, человека, вот, который вызвал у вас определённые чувства, вот, ну, такие чувства, вот, если можно так выразиться, да, чувства, какие-то такие вот, по типу, ну, по типу, ответных, то есть, вы увидели в нём кого-то, да, вы увидели в нём что-то, вам это что-то понравилось, вот, вы решили, ну, вы, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Дальше. Отвержение. Отвержение может быть связано, опять же, как с родительской фигурой, если мы говорим про природу образа человека. И можно говорить об некой такой готовности, что ли, себя обесценить. То есть, если вы можете почувствовать себя отверженным, да? Если вы можете ощутить, что вас отвергли, то, на мой взгляд, у вас есть некоторая такая проблема с самооценкой. То есть, готовность себя обесценить и готовность поверить, поверить то, что человек как-то своим, допустим, тем, что не обращают на вас внимания, как-то вас обесценивает. Вам, естественно, вам, естественно, кажется, что человек вас обесценивал, обесценивал своими действиями. Это вам кажется так. А на самом деле, речь идет о том, что вы готовы обесценить сами себя. И вы обесцениваете сами себя. Вот, на самом деле, вы сами себя обесцениваете. Просто мужчина, например, вам это как-то активно показал. То есть, человек, ну, просто, вот, освучил вам, например, ваши страхи, собственно. То есть, то, что вы, ну, грубо говоря, грубо говоря, думали сами про себя там всегда, например. То есть, подозревалось, что, вот, кому-то серьезному, да, например, то есть, да, это серьезный мужчина, мужчина, вероятно, вот, кому-то серьезному вы просто не нужны. Вот, вот, то есть, ну, просто, вот, не можете вы, там, допустим, привлечь серьезного мужчину. Вот, вот, то есть, вот. И то, что вы пытаетесь, значит, его преследовать, это история про компенсацию, это история про то, что, чтобы восстановить определенный статус-кво, то есть, вам нужно восстановить статус-кво, вы хотите восстановить статус-кво, добиться от мужчины, ну, какого-то, не знаю, признания, да, вот, какого-то одобрения, может быть, вот, какого-то, ну, позитивного, давайте вот, скажем так, да, позитивного отклика, вот, то есть, это вот то, то, что вам нужно, вот. И здесь, на мой взгляд, очень важно, чтобы вы обратили внимание на, не просто на то, что вы хотите человека, ну, преследовать, да, допустим, а чтобы вы именно обратили внимание на то, что вы от него хотите, то есть, что вам нужно, что это за желание, что это за потребность и так далее. Потому что, ну, потому что пока что ни о каком, ни о каком желании, да, ни о какой потребности речи не идет. То есть, ну, вы никак, грубо говоря, не называете свою потребность, никак, грубо говоря, не обозначаете свое желание, просто говорите, что вот синдром отвержения и так далее. И в целом, в целом, то, как вы описываете, вот, значит, свое чувство, ну, складывается такое ощущение, к сожалению, к сожалению, что довольно это поверхностно. Вот, то есть, достаточно поверхностно, вот, вы как будто бы, ну, себя наблюдаете, вот, то есть, достаточно поверхностно вы замечаете то, что, ну, то, что с вами происходит, грубо говоря. Вот, вот, у этого есть причины, вот, и, соответственно, эти причины нужно исследовать, конечно, вот, потому что сейчас это вот такая, ну, я бы сказал, что сейчас это очень поверхностная, очень такая импульсивная у вас линия поведения. Вот, когда вас, значит, по сути, ну, болтают в сторону, да, где вы хотите его преследовать, да, опять, вот, то, там, грубо говоря, понимаете, допустим, что, ну, к примеру, что нельзя этого делать, да, 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 вот, вот. И тогда, ну, и еще, что важно, на мой взгляд, то, что вы чувствуете, вот, определенный конфликт в, ну, вот, в, в этом, в этой ситуации вы чувствуете определенный конфликт. Вот, вот, и есть ощущение, что этот конфликт не разрешен, тоже вот такой важный, как мне думается, момент, вот. Вот, и последнее, на что я бы хотел обратить, обратить внимание ваше, это на то, что, да, вы говорите, что у вас есть парень, но вы говорите, что, ну, вот, строить планы, вот, вы говорите, но, понимаете, строить планы, это не значит, что ты к человеку чувствуешь. То есть, ну, планы можно строить сколько угодно, вот. А если вы к человеку ничего не чувствуете, или если у вас, ну, нет чувств каких-то вот таких, скажем так, серьезных чувств к человеку, ну, ну, вот просто не чувствуете, не чувствуете вы к нему там, ну, не знаю. Не чувствуете вы к нему в люблю fantasy, не чувствуете вы к нему там, условно чего-то еще. Ну вот, то это напоминает то, что вы заставляете, вы заставляете себя быть в отношениях, заставляете себя их строить. Ну, конечно, эмоционально вы в этой истории, я бы сказал, проседаете эмоционально в этой истории, вы, я бы сказал, как-то, ну, объединяетесь, эмоционально вы в этом, на мой взгляд, довольно сильно, довольно серьёзно себя, себя обделяете, вот, и это тоже направляет вас к этому человеку в попытке, вот, почувствовать себя определённым образом. Вопрос только в том, как, вот вы говорите, что вам понравился мужчина, который старше, вот, хочется здесь вас спросить, да, а вот, как вы поняли, что человек вам понравился? То есть, вот, понравился человек, да, понравился человек, это как, вот, ну, буквально, как это, как это, что человек вам понравился? Как вы, как вы, как вы, как вы это, ну, поняли? Вот. Это очень важно, очень важно на самом деле, для того, чтобы понимать, вот, какую-то суть вашей проблемы, суть, о, ваших переживаниях, суть вашего конфликта, и данного, чтобы вам помочь его разрешать, вот, что очень, очень важно, так же, что очень важно, очень важно, то, понимаете ли вы свою проблему, видео, видите ли вы её, и как собираетесь решать, то есть, вот, вы, в конце пишите, что, что делать с этим неврозом и желанием предсказать человека, я не знаю, вот, что делать, чтобы что, тут очевидно, и Екатерина, что вам нужна психотерапия, ну, а, просто, готовили вы к ней. На этом всё, я надеюсь, что помог вам, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать над собой работу, желаю вам всего самого доброго и удачи.